Музыка Оу блядь Оу Ты сейчас опять сползет Опять сползет Съезжай нахуй Всем привет Это редакция 35 Карты тракера СМАП Значит что нового В этой редакции в отличии от 34 Нет, 26, а 34 В находке весовой контроль На выезде с находки Заезд обязателен Взвешивается по одной оси На каждую ось По одной оси Выезжаем с находок Сразу попадаем в пробку Пробка до поста ГАИ Это Владивосток Выезд с Владивостока Это зеленый угол Рынок справа Праворукими торгуют Пост ГАИ И снова весовой контроль Уже с Владика на выезде Тоже проезд обязателен Тоже проезд Рынок Рынок Продолжение следует... 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 Скорость ограничена, но ехать можно Также по этой трассе выстроены, заново переделаны все деревни Маяк и так далее, три деревни до Комсомольска Они полностью с нуля переделаны все Теперь здесь гор нету, только холмы И вот в каждой деревне есть место, где можно поспать, подремонтироваться Кроме последней деревни, Иннокентьевка, нет, или какая-то другая там еще Вот маяк Заезжаем на стоянку Здесь можно заправиться подешевле Подремонтироваться Эстакада рассчитана на автомобиль с прицепом Подремонтировать, чтобы можно было его Вот, но в связи с этим прицепом, у него коллизия снизу сделана Вот на полетник, вот на этот, поэтому она не может заехать Он может телегу отдельно загонять, тягач отдельно, телегу отдельно Вот так вот тягач чинится Сейчас развернемся и телегу загоним на стакану Другие телеги, может, и заедут сюда Другие телегу загоним на стакану Другие телегу загоним на стакану Другие телеговозы, эстакада Вот, еще некоторые объекты Плюс конверты некоторых домов Это все сделал наш модератор сайта ГОБАШСА372.ру Саша Коралл У него Вот, грузовики Подогнал, отрегулировал Кроме высокой подвески Значит, сделал тоже модератор сайта ГОБАШСА372 Малыши Карлсон, Дима Вот, загоняем телегу на стакану С разгончику Дальше она не поедет, потому что полетник цепляется Мы ее отцепим здесь И сами с другой стороны заедем Все, можно и подушки поменять И там с корнами разобраться Помазаться можно Если что-то с телегой случилось Вот так вот можно чинить Так вот, теперь в Хабаровске базы Эти базы везде, во всех городах Перетерпели изменения полностью Работа Саши Коралла Теперь не так-то просто Выгрузиться на базе Вот, смотрим, на каждой базе стоит полно грузовиков Которые вечно мешаются заехать База Еврогудиес У нее вот такие теперь ангарчики стоят с четырьмя воротами И на этих базах Вот на На поспеде Столбы ЛКВ ЛОК Тоже такие боксы сделаны И машины везде стоят Которые вечно мешаются Ну и так Что за грузом приехали Сейчас попробуем загнать Телегу В какой-нибудь бокс Четвертый бокс Свободный Субтитры сделал DimaTorzok Уперлись Коллизия расположена так Что по стеночке Телегу здесь не получится загнать Только не задевая стен Продолжение следует На всех базах Теперь нужно будет вот так Телегу загонять И значит Как было раньше Что можно было Заранее Телегу Отцепить при подъезде к базе Сейчас я не проверял Но вроде как бы Что этого сейчас нету Лучше конечно Сами пытайтесь заезжать Для большего реализма Так это выезд С Хабаровска Через платный мост И вот здесь Тоже есть выезд Через старый мост Через деревянный Через бесплатный Объезд этого платного моста Хабаровского И тут как раз на повороте Тоже весовой контроль Если хотите проехать мимо Смотрите что будет Вот Этим все закончится То есть проезд по всем весам Обязательно Еврейское автономное Сменено Асфальтовое покрытие Полностью Теперь Сильнее трясет Скорость поменьше И более реально Машина себя ведет В плане кочек Вот все фуры Медленно едут Потому что кочки Даже птички поют В лесу Если медленно ехать То машина Не разбалтывается А вот Что будет Если вы попытаетесь Проигнорировать Знак тридцатку И разогнаться До шестидесяти До семидесяти Сейчас увидите Что будет Оно вам надо Такое Значит скорость Должна быть тридцать Также Сменено покрытие На скалистой дороге То есть Кочки теперь Более мягче И также Считается Теперь спидометр Расходует Солярка И Естественно Сон Прибавляется Тоже машину Как бы трясет Но не очень сильно Но можно ехать Как бы быстро Но здесь Знак ограничений Стоят радары Поэтому Больше тридцати Не советую ехать Иначе Без штанов Останетесь Вот Схлопотал Штраф За превышение Вот Значит Для Тех Кто везет С Европы Или там С России Западной Негабарит Которые не смогут По тайге Проехать Для них Сделана Дорога Прямая Как бы Можно Под мусор Платишь Там 1300 400 И Можешь Ехать По этой Дороге Вот Она Выходит В Макдагачи Но Она Платная То есть Вот сейчас Вы едете И будете Просто Напросто Счетчик Наматывать И К концу Когда вы приедете К Макдагачи У вас будет Минус 400 Минус 500 Тысяч Это С негабаритом Кто пойдет Для тех Скорость 5 км в час Ну Сколько времени Будете ехать Но Тем не менее Сможете Негабарит Провести Вот Значит Это Новое Что построено В 35 Редакции В 34 Это и нет Значит Вот здесь Альтернатива На Макдагачи Либо Налево Через тайгу Через Херовую Другу Но она Короткая Через Транссиб Либо Прямо Но Прямо Можно Там Дорога Получше Конечно Но Длиннее В 4 раза Вот этой На навигаторе Смотрим Как дорога Петляет Но По этой Вот дороге Лично Мне Интереснее Ехать Потому что Тут Как то Захватывает Все Захватывающе Вот догнали Значит Пробочку И И вот Так 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 Будем Ехать Плюс Они Там Потом Будут Аварии Происходить То есть Пробки Будут Наращиваться Потом Это Все Будет Растаскиваться Самой Игрой То есть Интересно Ехать Но Как говорится Не везде Можно Проехать То есть Тут Либо Пан Либо Пропал Я уже Сам Не помню Где Я там Что Делал Но Заторы Есть Очень Узкая Дорога С Трафиком Тоже Дорога Делалась С Нуля Ну Сейчас Произойдет Авария Передних Фур И Встанем За Аварии Здесь Штраф Ноль Потому Что Они Частенько Могут Быть Вот Все Закупорились Из-за Чего Из-за Того Что Навстречу Попался Автовоз И вот Автовоз Не может Проехать Из-за Дафа Бортового Они Сейчас Там Пытаются Разъехаться Пока Не Получается А мы Стоим Ждем То есть В любом Случа Они Все Рано Разъедутся Сейчас Они Будут Сдавать Назад Первого Прошел Второго Влепил Мы Стоим Ждем Пока Они Не Проедут Иначе Закупорим Автовоз Здесь Тоже Так Первый Пошел Дав Эти Разъехались В Плотничком Плотничком Чуть Не задевая Все Автовоз Ушел Можем Ехать Дальше И вот В таком Темпе Маршрут Проходит Короткий До Магдагачи Длинный В 4 Раза Длиннее Но там Дорога Полегче Ну и Поскучнее Конечно Вот А если поехать Прямо По дороге Которая В 4 Раза Длиннее То Она Будет Выглядеть Вот Так Сразу Говорю В Белогорске Заправляйтесь По полной И спите И спите Чтобы вам Хватило Доехать До следующего Сна И до Следующей Заправки Вот Такая Дорога Она Полегче Пошире Без Кочек Но Скользкая Повороты Горы Спуски Машину Носит Вот Машину Носит Вот Сейчас Подъезжаем К Петле Короче Здесь Стоянка Заправка Можно Поспать Подремонтироваться Заправиться Стоянка Бензовоз Урал Эстакада И Сон Стоянка 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 То есть То есть Если Заехать В них Можно Спрятаться От Дождя Вот Как Эта Тайга Выглядит Вот Здесь Еще Один Проезд Вдоль Транссиба Тайга Бесконечная Вот Так Выглядят Поселки На Навигаторе Все Отображены Поселки Все Разные Сделанные Сделанные С нуля В общем Занимает Время Проезда От Владивостока До Магдагачи Вот Как В реале В реале Вы поедете На грузовой Машине Она Займет Не знаю 12 часов Или 14 Часов Времени То же Самое И здесь Если Вы едете С Владивостока До Магдагачи У вас Также Займет Времени 12 14 Часов Это При условии Если Все У вас Будет Хорошо Если Вы Опытный Водитель Вот Много Много Всяких Поселков Разных Значит По поводу Приобретения Карты Обращаться В skype Ник Goba 6372 Без Всяких Точек Без Всяких Этих Екатеринбург Вот Потому Что Есть Фейк Из Челябинска И Люди Звонят Ему Соответственно Ничего Не Получают Официальный Сайт Карты Goba 6372 Точка Ру Вот Поселок Макдагачи Большой Поселок Последний На редакции 35 Естественно Соответственно Дальше Карта Будет Делаться 36 Редакция Это Уже Пойдем До Невера И Возможно До Тынды То есть Потянем Дорогу На Якутск Карта Выдается Лицам От 20 Лет Не Ниже Так Как Несовершеннолетний Возраст Я считаю Что Для Этой Карты Не Подойдет Немножко Проедут Чуть Чуть А потом Начнут Летать Все Это Быстрее Перелететь И Надоест Поэтому С 20 Лет Вот И По Определенным Условиям То есть Обязательно Нужна Страховка Чтобы Чтобы Вы Чтобы Я Мог Убедиться Что Вы Сливать Не Будете Карту Ну и Может быть Там Какие Пожертвования На Сайт Вот Здесь тоже косячок надо поправить С забором Вот и все Конец 35 редакции Весовой контроль И выезд на дорогу 26 редакции Р26 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Карта очень сложная Поэтому В нее играют только взрослые Которые раньше Играли с деревянными игрушками Которые не представляли Короче для тех кто Не наигрался В детстве Вот Для тех вот эта карта Очень сложные условия Экстремальное И очень дальние расстояния И очень дальние расстояния То есть нужно терпение А у молодежи терпения нет Вот все выходим На 26 редакцию В 36 редакции Это все будет сноситься В ноль И будет строиться опять новая дорога Все Всем удачки Вот скотина Вот так вот бывает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова